Павлу Дурову очень даже выгодно раздать большое количество монет с таполок наподобие ноткоин, хамстер-комбо, тапсвап и так далее, и чтобы как можно больше людей на этом заработало существенные деньги. Ведь те, кто заработает на этом, понесут эту информацию до тех, кого не удалось убедить начать играть в хомяка, чтобы они уже в следующий раз проявили лояльность. Павел Дуров монополист в маркетинге таполок, и ему необходимо задействовать максимальный потенциал даже в ущерб своему капиталу, что открывает для него и для его компании большое будущее, в том числе и для монеты тонн. В хамстер-комбат на данный момент играет почти 250 миллионов человек, что составляет почти 1 четвертую всех пользователей телеграм-платформы. А это значит, что еще есть куда расти. И хамстер-комбат далеко не последний проект такого масштаба. Также, если взять в учет, что впереди нас ожидает альтезон, и допустим ноткоин покажет интересный максимум и что-то вроде 10 или 20 центов, то это еще больше раздует инфополе таполок, и лояльность к такому виду заработка возрастет, а следовательно и аудитория телеграма будет увеличиваться. У ноткоина, в свою очередь, очень даже солидный потенциал выйти на отметки в 10-20 центов, из-за его перспектив в веб-3, частого сжигания, да будет достаточно даже простого позитивного комментария от Дурова по ноткоину, как он сразу прибавит к росту. Я напоминаю, что у Дурова 1 миллиард ноткоинов, и он ожидает от них 100 иксов. А это ориентировочно 60 центов за монету. Если есть ожидания, значит есть понимание, что в будущем будет происходить. То же самое и по хамстеркоину. Разработчикам хомяка ни в коем случае нельзя допускать возможности дампа монеты. Если хомяка укатает в ноль, то и будущее отаполок, а следовательное развитие веб-3 в телеграм сойдет на нет. Все мы помним, как в 2018 году Роскомнадзор пытался заблокировать телеграм в России. Дуров же, в свою очередь, не жалел средств и скупал IP-адреса, на что уходило порядка 75 тысяч долларов в час. Следовательно, чему телеграм сбоил, но не был заблокирован. Становится понятно, что Дуров готов приложить колоссальные усилия, дабы спасти свой проект и свою репутацию. И его заявления о 100 иксах по ноткоину уже не кажутся столь невероятными. Да и хомяка после листинга я бы не советовал продавать. Как я сказал ранее, вряд ли хомяку позволят укататься в ноль. Хомяк будет служить лакмусовой бумажкой для всего веб-3 в телеграме и экосистемы в целом. У хомяка огромный потенциал, если запустить монету правильно и впоследствии ее расторговать. Возможно, хамстеркоин впоследствии подвинет даже доги. Ведь вместе с монетой на рынок придет огромное количество людей, которые ранее никогда не торговали криптовалютой. Я же, в свою очередь, планирую откупать хомяка прямо на листинге. Делать я это буду на бирже Bybit. И чтобы не упустить момент, зарегистрируйся на бирже Bybit прямо сейчас. Партнерская ссылка от Виталия Жукова находится в описании. Благодаря партнерской ссылке вы получите огромное количество бонусов и скидку на комиссию биржи. Всем привет! Вы на канале Жука Виталий Трейдблог. Лайк, подписка и комментарий поможут в продвижении этого выпуска, а следовательно, гораздо больше людей узнает о криптовалюте. У микрофона Николай Коренев, и вы смотрите последние новости криптовалютного рынка. Эксперто-аналитическая платформа CryptoQuant считает, что рыночные данные свидетельствуют о вступлении криптовалютного рынка во второе по величине институциональное накопление. Аналитики CryptoQuant отметили, что крупные игроки на рынке сейчас активно вовлечены в процесс покупки. По мнению экспертов, это предвосхищает будущую прибыль институциональных инвесторов по мере восстановления индустрии к концу 2024 года. Как считают аналитики, нынешняя ситуация представляет благоприятные возможности для входа в индустрию, независимо от текущей волатильности. Накопительная активность институциональных инвесторов может в значительной степени повлиять на рынок в целом, укрепив его стабильность и обеспечив восходящий тренд-цент цифровых активов. Генеральный директор одной из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock, Ларри Финг, заявила в эфире телеканала CNBC, что ошибался насчет первой криптовалюты и теперь стал ее открытым сторонником. Ларри Финг рассказал, что теперь воспринимает биткоин в качестве цифрового золота. Он в течение нескольких лет относился к первой криптовалюте со скепсисом, но сейчас, по его словам, полностью поменял свое мнение. Глава BlackRock добавил, что биткоин следует считать полноценным финансовым активом, имеющим защиту от риска обесценивания, особенно в странах с высоким уровнем инфляции. Он подчеркнул, что биткоину есть место в финансовых портфелях, а на рынке еще много тех, кто не понимает, какую ценность представляет собой первая криптовалюта. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц Комитету политических действий, который поддерживает предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Хотя финансовая поддержка предвыборной кампании Трампа напрямую не связана с развитием криптовалютных проектов, заявление Илона Маска может повлиять на предпочтение колеблющихся избирателей. А победа прокриптовалютного кандидата на предстоящих выборах может отразиться на перспективах принятия криптовалют и развития отрасли цифровых финансов в США. Эмиссия новых стейблкоинов, особенно USDT в значительных объемах, часто вызывает резонанс среди розничных трейдеров, так как многие считают, что печать очередной партии USDT обязательно приводит к росту биткоина или других криптовалют. Сейчас же Тезер напечатала 5 миллиардов USDT за неделю. Но что это может значить для крипторынка? Как правило, рост курса биткоина часто сопровождался ростом эмиссии стейблкоинов. Но говорить о четкой причинно-следственной связи сложно, как и определить, что из этого первично. Если опираться на исторические данные, есть два паттерна поведения рынка. Первый показывает опережение тренда на 1-2 месяца, а второй запаздывает на несколько недель. То есть прямой зависимости между ростом эмиссии стейблкоинов и графиком цены нет. Но одно провоцирует другое и наоборот. Но скорее это психологический фактор. Например, в 2020 году эмиссия USDT начала стремительно разгоняться уже в августе, а рост цены биткоина стартовал только ближе к середине октября. В то же время ралли декабря 2020 и января 2021 сопровождалось умеренным ростом эмиссии USDT. А с переходом на более плавный рост курса биткоина эмиссия USDT напротив начала взрывной рост. Проект Аполкопиксель Тап от Pixelverse готовит листинг PixFi на 18 июля и объявил о партнерстве с NotCoin. В боте даются игровые токены FI, а на сайте дашборд – токены Pix. Далее в процессе дропа по определенной формуле они объединяются и вам выдают уже реальный токен PixFi. Нюанс в том, что на дашборд многие игроки даже не заходили, а потому, вероятно, многие ничего не получат. В NotCoin заявили, что уровни Gold и Platinum получат некие привилегии от Pixelverse. Pixelverse заявили, что сотрудничают с NotCoin, чтобы вознаградить сообщество этим новаторским токеном. Pixelverse будет вознаграждать владельцев Not посредством серии маркетинговых компаний, включая стейкинг Not и квеста Not, с призовым фондом в 250 тысяч долларов, который скоро будет запущен. Также вскоре анонсируется дальнейшая интеграция Not в экосистему Pixelverse. Будущее у проекта, вероятно, есть. Недавно команда объявила о дополнительном привлечении средств. Фонды Galaxy Interactive, Creed, Ventures и многие другие инвестировали в них уже порядка 2 миллионов долларов. А общая сумма инвестиций сейчас составляет 8. Листинг токена PixStab будет знаковым. Это первый листинг проекта такого уровня после NotCoin. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашей подписке и вашей активности на канале. Ну а чтобы не упустить выгодные условия для торговли на бирже, воспользуйтесь партнерской ссылкой на Bybit в описании, с помощью которой вы получите большое количество бонусов, которые вас приятно удивят. До встречи в следующем выпуске.